Дорогие друзья, всех приветствую! Мы продолжаем нашу рубрику ответов на вопросы. В прошлый раз вы их задали много. В результате голосования сказали, что эта рубрика нравится, поэтому будем ее продолжать. Ну что ж, сейчас по одному вопросу из тех, которые вы задали перед этим. Надеюсь, будет интересно. Ну, дорогие друзья, сейчас мы долго будем находиться в своем состоянии неопределенности, поэтому катастрофические прогнозы – такая естественная для этого состояния вещь. Значит, самый эффективный, важный способ – это справиться с тревожностью и вообще быть эффективным. Это находиться здесь сейчас. То есть максимально сейчас действовать осознанно, максимально предметно. Недостаток информации сейчас – это не проблема, потому что вся информация будет еще много раз меняться. И наша задача сейчас состоит просто максимально упереться в настоящий момент, исходить из настоящего момента, что сейчас важно. И постепенно мы будем формировать уже новую стратегию в новых жизненных обстоятельствах. Очень правильный вопрос от Игоря. Действительно, существует много инструментов мышления. Часть из них вырабатывается нами в рамках методологии мышления с учетом тех знаний о мозге, которые у нас есть. И если вы хотите пользоваться этими техниками непротиворечиво, вы должны разобраться, и я надеюсь, что мои лекции и книги в этом помогут, в том, как работают три наших базовых нейронных сети – дефолт-система мозга, центральная исполнительская сеть и сеть выявления значимости. Если вам станет понятна вот эта теоретическая основа, тогда вы не увидите каких-то противоречий в инструментах. Инструменты прежде всего – это факт-карты. Дальше более сложный – это векторное кольцо, которое учитывает разные типы мышления. И два новых инструмента, которые описаны в машине мышления – это распаковка смыслов и реконструкция реальности с помощью пяти базовых принципов. Я думаю, что это, в общем, все подъемно. Сейчас как раз заканчиваю книгу «Факт-карты для бизнеса». Интересно получается. Честно признаюсь, я не уверен, что долгосрочные планы являются ключом к счастью. Чем ты старше становишься, тем становится это более понятно. На самом деле счастье – это осознание ответа на вопрос «Зачем?». «Зачем я что-то делаю?». И если та деятельность, которой вы сейчас заняты на работе, в рамках обучения, в рамках социального взаимодействия и так далее, ощущается вами как важная, и вы, отвечая на вопрос «Зачем?», говорите «Я знаю, мне это важно», тогда счастье будет приходить к вам не когда долгосрочные планы осуществляться, тем более, что они точно поменяются, а прямо здесь, сейчас. И от этого и надо исходить. Зачем мне та деятельность, которую я делаю? Почему это для меня важно? И все. Счастье в кармане. Тут для начала, наверное, надо пояснить, что такое этот Данин Крюгер. Это когнитивные искажения, которые свойственны людям, которые имеют очень ограниченные знания в какой-то области, и поэтому, когда они допускают в ней ошибки, они не могут увидеть своих ошибок, потому что они просто плохо в этом разбираются. И как решить проблему Данинга Крюгера? Во-первых, нужно помнить слова Сократа. «Я знаю то, что ничего не знаю», а другие не знают даже этого. Ну и, кроме того, конечно, в последнее время все очень поверхностно, все темы обсуждают, все как-то очень на бегу, на скаку, на эмоциях. А надо изучать мат-часть, как я это говорю, понимать, как что работает, из-за чего работает так, почему получаются такие результаты, а не сякие. Вот это и есть противоядие. Ну и последний на сегодня вопрос. Если говорить про разумность человека, то, к сожалению, она далека от идеала, просто по той простой причине, что наша кора и префронтальные ее области развивались позже, чем, собственно говоря, базовые наши влечения, потребности и так далее. И она обслуживает, как правило, эти влечения. И наша рациональность, она, конечно, низкая. И разумность, она достигается, конечно, освоением знаний и навыков. И здесь я рекомендую такой подход. Прежде всего, если вы хотите что-то осваивать, обязательно находите для себя сразу возможность практического применения этого дела в своей жизни. Потому что, как только вы ваши знания делаете частью вашей жизненной практики, ваших ежедневных занятий, также эти знания, собственно говоря, становятся вами. Вы становитесь этими знаниями. И отсюда разумность.